Всем привет! Сегодня хочу поговорить о том, какие же плюсы и минусы жизни Нью-Брандвики. Вы все знаете, что в Штатах, Штаты, а в Канаде провинции. Вот одна из провинций Нью-Брандвик. Не очень многие об этой провинции знают, но я считаю, что мы должны знать о ней. Все знают про Британскую Колумбию, про Ванкувер, знают про Торонто, знают про все вот эти большие, красивые города. Но я считаю, что люди должны знать про Нью-Брандвик. Давайте поговорим, какие же плюсы и минусы жизни там. Начнем с плюсов. Мне очень-очень понравились какие там люди. У меня там появились такие хорошие друзья. И, наверное, за то время, что я там была, за сколько там я была, 4 месяца или 6 месяцев, я нашла друзей, которых я бы не нашла за такой короткий период времени в Британской Колумбии. И там люди отзывчивые, они более приветливые. Все, кто живет в России, наверняка знают и думают, что в Канаде все приветливые. Да, действительно, здесь такая культура, которая мне очень нравится. Может быть, не всегда это правдивые эмоции, иногда придворство, потому что, ну, просто такая культура в Канаде. Но мне, если честно, это нравится. Ну, в Нью-Брандвике как-то больше, больше концентрация вот этих добрых, отзывчивых людей. Мы, когда ходили в строительные магазины, помогали нам просто все. Мы ходили с нашими щенками, все хотели их погладить. Было очень-очень приятно. Я покупала вещи у людей, мебель для дома. Я была на карантине. То есть люди привозили мне это все. И было очень-очень приятно, что люди такие добрые, отзывчивые. Другая вещь, что мне очень нравится в Нью-Брандвике, это цены на жилье. Именно купить дом там не так уж дорого. Конечно, если мы говорим о русских рублях, и кто-то переезжает из другой страны, где валюта намного ниже, любой дом в Канаде будет дорогой. Но если мы сравниваем, я сравниваю в основном с Беританской Колумбии. Это где я в основном жила всю свою жизнь, после того, как я эмигрировала в Канаду. Я сравниваю Британской Колумбии с Нью-Брандвиком. Все-таки в Нью-Брандвике можно еще себе позволить дом. То есть здесь, в Британской Колумбии, я буду говорить про Ванкувер, дом можно найти за миллион. Ну и то, уже надо куда-то далеко уезжать. Это именно от Ванкувера. В Нью-Брандвике за миллион вы себе можете купить пять домов. Если хотите один, но он будет такой роскошный дом. Можно купить дом за 200 тысяч. Он, может быть, не будет в самом хорошем состоянии. Он, может быть, не будет дом мечты. Но все равно можно купить дом, в котором можно жить в семье. То есть разница просто колоссальная. И образ жизни в Нью-Брандвике очень спокойный. Хоть считают, что окраины Ванкувера – это место, где люди входят на пенсию. Все так спокойно. Да, я согласна. В Нью-Брандвике как-то более еще спокойнее, как-то еще более размеренно. Мне это очень понравилось. И совершенно, может быть, не связано с другими пунктами. Все вот эти сервисы, банк, в общем-то, все там разузнать насчет города, насчет жильцов. Все-все-все, вот то, что нужно звонить, узнавать, отвечают на звонки очень быстро. Может, мне просто не повезло. В Британской Колумбии я просто часами на телефоне, когда мне нужно что-то выяснить. Другое. Все знают, что канадцы ездят в Мексику отдыхать. Это очень, ну, довольно-таки близко к Канаде. Так вот, Сен-Джон, там буквально несколько часов самолет до Канкуна. А Канкун как раз-таки очень популярное место, где отдыхают канадцы. Мне, честно, Канкун не так уж и понравился. Я была в Порто-Ваярте какое-то время и в других городах, Готла-Хари, Монтере. Но Канкун мне меньше всего понравился. Наверное, потому что там курорт, но там очень все дорого. То есть, зачем ехать на курорт где-то настолько все дорого, когда можно поехать на курорт, который более живописный. Я считаю, Порто-Ваярте тоже самый курорт, даже более живописный и даже дешевле. Вот. Другое. Страховка. Страховка в Нью-Брандзике ниже, чем в Британской Колумбии. И я в основном говорю о страховке на машину. То есть, во-первых, в Британской Колумбии вы страховку можете купить только в ICBC, страховка на машину и на дом. А в Нью-Брандзике можете купить страховку где угодно. Моя страховка на дом была там 100-100 долларов. По-моему, здесь те же самые 100 долларов платить за дом в Британской Колумбии. Может быть, чуть побольше. Но страховка на машину у меня в Британской Колумбии была 400 долларов. А в Нью-Брандзике у меня было, по-моему, около 200 долларов на две машины. У меня какое-то время было две машины, пока я переходила с одной машины на другую. В общем, 200 долларов на две машины. Разница просто колоссальная. И причина, в общем-то, почему у меня такая высокая страховка в Британской Колумбии, потому что у меня очень мало опыта. Вот. Поэтому разница большая. Мне очень понравилось все, что я платила намного-намного меньше в Нью-Брандзике. Еще другой интересный факт про Нью-Брандзик. Мусор они выбрасывают на улицу каждые две недели. То есть вы собираете мешки черные и каждые две недели просто выставляете около дома и грузовики забирают. А в Британской Колумбии, если у тебя дом, то надо купить бачок черный для мусора, синий для всех банок, зеленый для еды, отходов и что-то там еще для картона отдельно. И то есть каждую неделю или каждые две недели, зависит от того, где вы живете, приезжают в грузовик и забирают этот бак, и больше нельзя. То есть если надо больше, то сам вывозишь. В Нью-Брандзике сколько угодно выставляешь и забирают. Было очень-очень удобно, потому что у нас были собаки, постоянная уборка и мусора было больше, чем бак. И был огромный дом. То есть я не понимаю, как люди здесь, в Британской Колумбии, в огромных домах выбрасывают мусор. Но тут в Британской Колумбии мне на самом деле очень нравится то, что поощряется то, что отдельно бутылки, отдельно кротон, отдельно все это разводится. Конечно, поощряется в Нью-Брандзике тоже. Но как-то в Британской Колумбии, потому что не так много места, ты отдельно вывозишь пожертвования, если там какие-то вещи не нужны. Отдельно то, отдельно другое. То есть ты сам сортируешь мусор, потому что есть этот лимит. Давайте дальше. В общем-то я буду говорить про Нью-Брандзик, про Сен-Джон. В Нью-Брандзике три больших города. Монтон, Сен-Джон и Фредериктон. Монтон и Фредериктон больше, Сен-Джон поменьше. В каждом городе есть аэропорт. Но все равно я жила в Сен-Джоне, где бы я там ни жила, в каком месте Сен-Джона, все близко. То есть все меньше, чем 15 минут на машине. Это я считаю вообще здорово. Другое. В Британской Колумбии очень-очень много красивых мест. И в общем-то Британской Колумбии известно своей живописностью, живописностью природы. В Нью-Брандзике тоже очень красиво. У меня особенно не было возможности ходить по паркам и как-то гулять. Но все равно я была в нескольких парках, и там очень красиво. Может быть, просто многие об этом не знают. И думаю, что вот эти все красоты только около Британской Колумбии. Нет, в Нью-Брандзике тоже. И что очень хорошо насчет Нью-Брандзика, туда легче эмигрировать. Я немного знаю насчет эмиграции, но то, что я слышала, что IELTS, всего нужна четверка в Британской... О, в Нью-Брандзике четверка в Британской Колумбии семерка. И в общем-то между этой четверкой и семеркой огромная разница. И в Нью-Брандзике есть определенные программы, которые помогают эмигрантам эмигрировать. То есть Канада, она и так приглашает, она приглашает людей, помогает людям эмигрировать, их поддерживает. Но Нью-Брандзик, мне кажется, ну лучше всего этим занимается. Переходим к минусам. Так, минусам. Город маленький в Сен-Джон, особенно если вы сравниваете с Ванкувером, даже с Питером, с Москвой, маленький. Я не видела себя там, вот ни в каком офисе, не видела себя там, что ни на какой работе. То есть я привыкла работать, ну я какое-то долгое время работала в ресторанах, сейчас работаю как рекрутер, то есть это отдел кадров. Но даже если бы я пошла куда-то работать администратором или ассистентом, я даже не знала куда. То есть я не видела мест, в котором бы мне хотелось работать. И зарплата там меньше. Конечно, все там подешевле, ну поэтому и зарплата меньше. Но все равно я считаю, что это, ну это минус, это минус этой провинции. Напишите в комментариях, если действительно так, может быть я просто не знаю. Может быть дела обстоят намного лучше в Фредриктоне и Манктоне. Ну вот так вот было в Сен-Джоне. То есть я не знаю, где там работать. И то, что образ жизни такой размеренный, медленный, это может быть и плюсом и минусом. Многим людям это не нравится. То есть люди, которые уже пожилые, или которые как я, которым нравится размеренный образ жизни, туда хотят переехать. А кто привык жить в большом городе, постоянно как-то бежать, постоянно быть активным. Им там не понравится. Что там еще мне не понравилось в Нью-Брандзике, это цены на дерево. То есть я ремонтировала дом, я очень много покупала досок. Цены просто безумные, если сравнивать с Британской Колумбии. Но в Британской Колумбии именно это дерево делают и, видимо, пересылают в Нью-Брандзик, поэтому там дороже. И вот это все то, что туда мало что доставляют, если доставляют дороже и дольше, мне очень не понравилось. Конечно, там нету Икеи. Мы все знаем, что в Икеи самая такая доступная мебель. Там нет Икеи. То есть если хочется что-то купить в Икеи, это ехать в Галифакс, это 4 часа на машине, или ехать в Мактон, надеются туда могут доставить. А если их хочется, чтобы доставили те в Сен-Джон, то там настолько мало вещей, которые могут доставить. Это будет стоить настолько дорого, что это просто уже того не стоит. Но я купила, кстати, кухню из Икеи. Как это вышло? Сама кухня стоила примерно 600-700 долларов. Просто 3 шкафчика я купила, даже без столешницы, без ножек, без ничего. Доставка стоила 200, плюс налоги. И я еще поехала в Мактон. У меня был такой грузовичок. То есть я на бедель потратила 100 долларов. Там 50 или 100, я не знаю. Но очень-очень много я ела у меня машина. То есть вот это все, вот это все заваруха. Я ждала очень долго. Мы уже заканчивали ремонт. То есть в последний момент-то все пришло. Потом нужно было координировать с лесарем, чтобы он нам помог установить. Но этого просто не стоит. То есть мы это заказали, мы заплатили так много. Если мы жили в Галифаксе или Ванкувере, тут Икеа везде. Просто поехать, забрать, или тебя доставят за 20 долларов, за 10 долларов. В общем, вот это было очень удобно. Мне очень не понравилось. И то же самое с машинами. В общем-то, ну как-то машин там особо не было. В Сан-Джоне мы купили машину в Монктоне. То единственная была, которая более-менее была. Мы искали небольшой грузовичок, чтобы заниматься ремонтом, перевозить материалы. А не очень дорогой. То есть в нашей ценовой категории грузовичок был один в Монктоне. То есть нам туда доехать надо было без машины, там купить. В общем, мне это очень-очень не понравилось, то, что туда вот как-то изолирована провинция. Не знаю, может быть, я не права, может быть, мне не повезло, может, я искала именно те вещи, к которым я привыкла, которых там нет. В общем, мне это не понравилось. Вот. Я, конечно, увлеклась. Налоги очень высокие. Там ты покупаешь машину, высокие налоги. И, в общем-то, в Британских Колумбии сейчас меняются законы, но, в общем-то, в начале 2022 года налоги на машину были больше в Нью-Бранзике, чем в Британских Колумбии. Налоги на все продукты, на все-все, что ты покупаешь, 15% вместо 12%. В некоторых магазинах вообще 5, да? В Британских Колумбии там 12%. То же самое кофе с Тим Горденса будет стоить больше в Нью-Бранзике, чем в Британской Колумбии. Налоги на доход выше. То есть, не знаю, в России, по-моему, там налог сразу снимается, зарплата, то есть не надо каждый год оформлять налоги. Здесь в Канаде каждый год мы все доходы, в общем-то, отсылаем и платим налог, если не заплатили достаточно. Вот в Нью-Бранзике самый высокий налог. И налог на землю там огромный. То есть, у меня было что-то там 0.3 акра земли. Я платила, сейчас плачу там 4 тысячи в год до землю. Здесь вот мои знакомые, по-моему, платят в 2 раза меньше или даже в 3 раза меньше за большую землю в Британской Колумбии. То есть, налог за землю, он либо одинаковый, либо даже меньше в Британской Колумбии, что, в общем-то, ну, в общем-то, я считаю, это дорого для Нью-Бранзика. Может, у меня просто дом такой дорогой был. Я слышала, конечно, что в Британской Колумбии кто-то платит 2 тысячи, кто-то платит и 5 в год. То есть, даже больше, чем я плачу. То есть, может быть, зависит от ситуации, но, по-моему, в общем, налог на землю выше в Нью-Бранзике. Агенты, вот эти агенты по недвижимости, которые помогают прорвать дом, тоже берут больше в Нью-Бранзике. Они берут от 5 до 7%. Когда в Британской Колумбии, они берут от 1 до 3%. Конечно, цена у Британской Колумбии выше, и агенты в итоге получают больше денег за продажу, но все равно, все равно, все равно разница есть. Вот. И что очень странно, ну, мне это очень нравится, потому что я арендую свое жилье, я сдаю, точнее, его жильцам, но, в общем-то, я считаю, что плохо в Нью-Бранзике для тех, кто приезжает. Аренда там дорогая. То есть, если дом в Нью-Бранзике стоит 200 тысяч, тот же самый дом в Британской Колумбии стоит миллион, но, чтобы арендовать вот этот же дом в Британской Колумбии, ты, в общем-то, платишь 3 тысячи, в Нью-Бранзике 2 тысячи. Или одна комната в Нью-Бранзике 900-1200. В Британской Колумбии, конечно, зависит от места, где, мы говорим про Ванкувер, в окрестностях Ванкувера 1200 на 2000. Разница есть, но если мы сравним разницу в ценах на недвижимость и разницу в аренде, как-то, ну, как-то несозмеримо. Не знаю, почему такая разница. Вот. Что еще в Нью-Бранзике? Я не видел там автобусов. То есть, если они есть, они там ходят только по главным дорогам. То есть, без машины просто невозможно. И если ты и без машины, то такси или Uber. Кстати, такси не такое уж и дорогое, вот что очень хорошо, это надо было в плюсики добавить. И последнее, что мне не очень понравилось в Нью-Бранзике, то, что там нет больших университетов. Там есть университет, о котором, в общем-то, люди знают, но даже я не помню его название. То есть, Британская Колумбия – это UBC, SFU, BCIT. Во всей, вообще, по всей земле люди знают про эти университеты. Кто-нибудь слышал про университеты в Нью-Бранзике? Вообще, кто-нибудь слышал про эту провинцию? Вот. Вот о чем я и говорю. Но, я уверена, там очень хороший университет, хорошее образование. Может быть, даже дешевле, чем в Британской Колумбии, что было бы отлично. В общем-то, все. Это все минусы. Напишите в комментариях, вы бы там жили или не жили бы. А может быть, вы там уже живете, что я пропустила. Может быть, вы что-то добавите. И спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео.